Девушки отдыхают 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 То, что сейчас происходит, игра с огнем. Каждому европейцу, любому политику должно быть понятно, что в Европе не идет никаких войн, тем более с Россией. Утверждать такое может только больной. Но на данный момент они там в правительстве, по-видимому, необучаемы. Поэтому важно, чтобы со стороны населения, большая часть которого не поддерживает эту политику, о чем свидетельствуют все опросы, на правительство оказывалось более сильное давление. Выступая на этой неделе в Братиславе, премьер-министр Словакии Роберт Фитца неожиданно заявил, что по его информации из немецких источников, в данный момент существует почти 70-процентная вероятность начала крупномасштабного военного конфликта на территории Украины. При этом Фитца подчеркнул, что речь не идет о конфликте Украины с Россией. Более того, по его словам, в Евросоюзе сейчас сложилась очень нервозная обстановка, и за этой ситуацией остается лишь надеяться на появление какой-то серьезной силы, которая сможет погасить разгорающийся пожар. Истоки этого конфликта весьма просты. Чтобы поддерживать егемонию США в Европе, надо изо всех сил укреплять НАТО. А чтобы укрепить НАТО, нужно было создать искусственного врага, сделать из российского народа и его президента проклятый народ, агрессора, угрожающего миру во всем мире, и в Европе в частности. И несчастные европейские политики попали в эту ловушку. Известный французский правый политик, бывший кандидат в президенты Франции, бизнесмен, писатель и аристократ Виконт Филипп де Вилье, уверен, что в сложившейся ситуации, когда Германия поет военные песни в унисон с Соединенными Штатами, именно Франция должна сказать свое слово за всю остальную вдруг притихшую Европу. Я убежден, что мы сейчас одинаково близки как к войне, так и к миру. Странам Европы, возможно, даже Франции, достаточно сделать всего один шаг. Я от всего сердца этого желаю. Достаточно признать, что Россия не желает гибели Украины, а Украина обязана считаться со своими русскоязычными гражданами. Нужно признать, что Россия просто не хочет, чтобы НАТО расположилась у ее границ. И мы хорошо понимаем, почему. Сделать шаг к миру сейчас – это попытаться встать на место другой стороны. Да Вилье как в воду смотрел. Что бы сейчас ни говорили, а воздушный коридор из Казахстана во Францию не проходит над Москвой. Франсуа Аланд по окончанию официального визита в Астану летел не в Париж, а именно в Москву. Летел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о вещах куда более важных, чем спор о мистралях, омрачавшей российско-французские отношения все последние времена. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы смогли найти несколько минут для того, чтобы поговорить со мной сегодня. Знаю, что это не было предусмотрено. Я слушал ваше выступление и согласен с тем, что необходимо в какой-то момент избавляться от преград, от стен, которые нас могут разъединять, и я думаю, что мы можем это сделать. Действительно, в минувший четверг в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что несмотря на давление и попытки некоторых стран выстроить вокруг России железный занавес, наша страна на самоизоляцию не пойдет. Согласившись с этим, Фресуа Ланд дал понять, что Франция не относится к странам, причастным к изоляции России и готова к диалогу. Дальше два часа переговоров за закрытыми дверями прямо в здание аэропорта. Прекращение огня, снятие блокады, возобновление финансирования и поставок угля и электроэнергии, условия без выполнения которых разговор о восстановлении территориальной целостности Украины представляется затруднительным. И Франция, и Россия выступают за немедленное прекращение кровопролития, за то, чтобы были найдены пути к сближению, в том числе и по восстановлению единого политического пространства. После того, как это произойдет, после того, как прекратятся обстрелы и гибель людей, только после этого можно будет говорить о начале истинном, начале политического процесса и о восстановлении какого-то общего политического пространства. Но это нужно сделать как можно быстрее. Немедленно, как можно быстрее, в самое ближайшее время, рассказывая о результатах встречи с Оландом, российский президент несколько раз подчеркивает срочность принятия решения. Очевидно, что такая спешка не связана только с необходимостью сию же минуту прекратить боевые действия, которые продолжаются на Украине уже более полугода. Слова Владимира Путина о возможности восстановления политического процесса и общего политического пространства, скорее всего, относятся не только и не столько к Украине, сколько ко всей Европе в целом. А спешить надо, пока вопрос о мире на целом континенте все еще можно решить, найдя возможность прекратить войну в маленькой Новороссии.